В офисе Одинцовского отделения «Единой России» провели завершающий сбор литературы и подвели итоги акции «Книги Донбассу». Проект был запущен два года назад Министерством просвещения совместно с активистами партии «Российским движением школьников» и гуманитарной миссией «Мы вместе». Начиналось все с небольших партий учебных пособий для детей на освобожденных территориях, а переросло в масштабный благотворительный проект. И первые как раз это партийцы начали это делать, ну а потом, как всегда, все стало на свои места, и многие жители уже вовлеклись в этот процесс, значит, и стали в центре сбора гуманитарной помощи приносить многочисленные, кстати, в Одинцовском городском округе. В этот раз удалось собрать более тысячи изданий детской, художественной и научной литературы. Коробки с книгами в штаб привезли общественники, партийцы и депутаты Одинцовского округа. Лариса Бархатова пожертвовала свою личную библиотеку, ведь книги должны не пылиться на полках, а помогать и приносить радость, уверена депутат. И я думаю, что каждый житель, у него у всех есть книги, которыми можно поделиться с теми, кто в них нуждается, а сейчас самые нуждающиеся – это жители Донбасса, это люди там, где отстраиваются сейчас школы, где отстраиваются учебные заведения, где просто библиотеки отстраиваются. И Единая Россия собрала очень много книг, и они будут в скором времени туда доставлены. Также в рамках встречи Одинцовские единороссы поддержали гуманитарную инициативу Подмосковья «Добрая комната» для маленьких пациентов из малообеспеченных семей. Таких социальных палат в 50 городских округах Подмосковья уже 75. Одна из них в Одинцовом детской поликлинике на улице Северной – это социальная палата, в которой находятся больные дети. В рамках этой акции депутаты принесли настольные игры, игрушки для передачи в эту палату. 31 числа, в 12 часов мы все вместе соберемся, соберем эти игрушки и придем для вручения игрушек нашим детям. Добрые социальные палаты в больницах Московской области появляются в рамках реализации партийного проекта «Добрая комната» при поддержке Фонда президентских грантов. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».